Сегодня я в гостях у Алексея Перепелицы. В это хозяйство вы давно знаете, здесь мы часто бывали, встречались с его отцом. Сегодня я хочу представить Алексея в качестве спикера новой конференции лаборатория НОУТИЛ. Вы знаете, мы уже начали подготовку. И вот Алексей, наверное, у нас самый молодой спикер будет на этой конференции. И мы не случайно приехали именно на это поле, потому что оно касается темы его выступления. Алексей, о чем ты планируешь рассказать, чем ты хочешь поделиться с участниками лаборатории НОУТИЛ? Добрый день, Алексей! Рад вас видеть на этом поле, потому что давно хотел показать, как в наших госточных условиях можно получать не только урожай, но и покровные культуры выращивать. И об этом я и хотел рассказать на конференции, о том, как мы внедряем принципы здоровья почвы в свои технологии, как менялось наше видение, о технологии НОУТИЛ за последние 7-8 лет и о покровных культурах. Это уже даже кукурузы? Да, кукурузы очень хорошие есть. Вот есть такие, ну это F2 получается от гибрида семена. То есть мы не рассчитывали здесь качанчик получить, но люди даже дергают, ходят мешками, стараются. Алексей, вот это поле, это тоже работа со здоровьем почвы? В первую очередь, вот сейчас мы понимаем, что для того, чтобы нам дали получать прибыль от нашего, от того, чем мы занимаемся, одного НОУТИЛа мало. То есть нужно думать о здоровье почвы, нужно думать об экологичности производства, о снижении затрат, о снижении пестицидных нагрузок, удобрений. И вот покровные культуры как раз решают многие принципы здоровья почвы и позволяют нам повысить плодородие, и получать больше урожайности. Вот что в этом году мы обнаружили на примере озимовой очменяк, где по покровным культурам была выше урожайность, чем где их не было. А что здесь посеяно? Какая смесь здесь? Здесь смесь из всего того, что мы смогли найти к тому моменту. Здесь около 12 культур. Здесь и лен, и горчица, и рапс, и проса, и суданка, и сорга. И еще много всего. Также падали свечмена, даже есть донник, фацелия. Удивительно то, что это в такой жаре выросло. Вы видите, что тут даже трещины я иногда нахожу, а тем не менее, вот что мы видим здесь? Вот это чечевица. Чечевица. Видите, она удивительно пережила эту засуху. Суданка очень неплохая. Вот это просто тоже входило в смесь, да? Да, было немножко просто, немного суданки, но суданка ведь имеет преимущество в такую засушливую погоду над всеми другими культурами. А затем, что мы видим еще здесь? Лен, да? Вот лен, горчица. Вот лен, мы видим подсолнечный. Подсолнечник, его искать даже не надо. Он уже даже видать, да? Это сорга. У нас остались немного семян от сорга. Поэтому мы его тоже добавили в смесь. Кукуруза мы уже видели, да? Кукуруза. Что-то из горчи... Вот я вижу, горчица или что это вот здесь? Вот это горчица. Вот доник. Доник двухлетний, но мы его немножко тоже добавили в смесь. Горох. Интересно, горох всегда... Видите, какого роста? Здесь он засох, а на других полях он еще зеленый. То есть еще можно даже собрать трючки с него. А вот это все. Горчица. Горчица. И тоже уже. А вот мы всегда думаем, что делать с покровенными культурами, когда они начинают осеменяться. Вот вижу у вас... Мы видим процесс осеменения. Вот какие... Какие пути решения? Как вы подходите к этому вопросу? Михаил Владимирович, у нас эти три года, которые мы сеем подробные, всегда была задача получить покровные культуры, вырастить их. А в этом году мы столкнулись с такой проблемой, что масса получилась на некоторых полях настолько большой, что мы понимаем, что мы не сможем весной посеять своими старыми сеялками. То есть нужно искать какие-то пути решения, как это сделать. То есть было три варианта. Самый, который приемлемый с точки зрения здоровья почвы, это вот выпасти здесь коров. Но так как своих мы не имеем, мы немножко попросили соседских, пытались с ними договориться, вели долго переговоры, но на одном кусочке мы это попробовали в этом году. И там они практически сконтролировали эту массу. Второй вариант – это замульчировать. И вот на таких полях, где много суданки, мы приняли решение свалить его на свал, положим двойные волки и подберем его, соберем семена покровных культур, что были на следующий год. То есть у вас есть три подхода, и вы все три исследуете, да? Один есть вариант – вообще ничего не делать, оставить это просто до весны и посеять напрямую. То есть монодисковые сеялки и даже современные двухдисковые сеялки позволяют это сделать без проблем. Но просто я понимаю, что будет сыровато весной, и наша двухдиска, она старая, там немножко не совсем конструкция у нее подходит уже для такого села. Поэтому мы замульчируем. Когда вы сели, какие сроки вот здесь? Я понимаю, насколько здесь очень, в этом острозасушливом, насколько сложно в острозасушливом климате получить сходы покровных культур. В чем секрет вот такого поля? Я восхищен тем, что я вижу. Это просто, когда кругом все сохнет, здесь вот такой буквально оазис. Действительно, это не только вас удивляет, но мы сами удержаемся, на самом деле, как они выживают такую жару. Вы видите, тут и сурги, и суданги, и чечевица очень живая. И вот даже горох, казалось бы, в этом году весной у нас горох засох, и мы получили очень низкий урожай, потому что была засуха. А вот в разнообразном покровном посеве, где есть множество культур, они дополняют друг друга и берут влагу с разных горизонтов, и помогают друг другу преодолевать эти тяжелые условия. Получается, что, видя такой посев, я понимаю, что засуха – это что-то выдуманное на самом деле. Если влага есть в почве, то можно получить урожай. Но мы просто не знаем, как это сделать, или наша старая система этого не позволяла сделать. То есть в этом году мы начинаем переосмысливать наши посевы. Возможно, надо же как-то по-другому делать. И вот этими размышлениями, результатами этого года и прошедших лет я бы и хотел поделиться на предстоящей лаборатории Ноутил. Рад, я вижу, да? Очень радовала фацелия в смеси. Но она очень редко всходит. И всходит там, где хорошее плодородие оказывается, где ей хватает. Вот фацелия всходит в самое последнее. Но мы ее больше всего рады видеть в нашей смеси. Почему? Потому что она привлекает полезных насекомых. Я думаю, поможет нам, если все будет получаться каждый год. В итоге мы сможем и от инсектицидов отказаться также. Вот в этом году мы уже пробовали посевы бесфунгицидные. И получили достаточно интересные результаты. Вот еще бы хотелось иметь возможность отказаться от инсектицидов тоже. И вот как раз вот эти покровные культуры, растения, которые привлекают опылителей, полезных насекомых, позволяют сконтролировать и вредных насекомых. Чтобы по достоинству оценить то, что я здесь вижу, и вы могли это сделать, надо видеть, как здесь уже сухо. Видите, какие трещины? Тем не менее, посмотрите, какая зелень. Обратите внимание, сейчас покровные культуры растут, а сорняков как бы не очень много. Вот где-то отдельно есть сорняки, вот. Да и они не получают развития такого. А вот доник тоже молодой сходит. А вот если посмотреть на соседнее поле, там где традиционная обработка, там оно полностью сейчас заросло сорняками. Да, для сравнения, здесь минимальная обработка проводится, а не дискуют. Но количество сорняков, которые здесь находятся, и количество сорняков, которые в покровном посеве. просто вот так визуально оценить. Что-то за поле, ну, в моем понимании, как астротически заросло. Вот здесь я вижу эти злаковые на шее, да? Вот здесь полный спектр. Нет, меня удивляюсь, что у вас нет этого. Вот у нас и я, тут и дурничка подойдет, схватил его. Дело в том, что у нас могло выглядеть точно так же это поле. Но мы посеяли покровные культуры и дали природе то, что она хочет. Она хочет быть живой, хочет расти. И посмотрите, какие прекрасные покровные культуры она вырастила нам. И то же самое она сделала здесь, вырастила те растения, которые были доступны, те семена, которые были доступны в почве. И какие вам больше нравятся покровные культуры? Которые слева или которые вот здесь вот выглядаете? Я думаю, что кроме проблем, вот эти покровные культуры ничего не принесут. То есть они осеменились, мышей осеменился, здесь ластовень осеменился. Ну и остальные тоже. Ураль, молочай. И удивляет, насколько мало сорняков в покровном посеве. То есть за счет конкуренции, за счет способности культурного растения быстрее прорастать, они подавили просто сорняки и не было необходимости. Самое главное, что не было необходимости их выращивать сорняки. Когда раньше говорили, что покровные культуры и семена покровных культур это самый дешевый гербицид. Ну, это было тяжело понять, пока вот сам это не увидишь на самом деле. Здесь сейчас обойдется без гербицидной обработки. То есть большинство этих культур погибнут сами и, может, будем весной прыскать, может, не будем. Эти покровные культуры помогают решить три принципа здоровья почвы. Во-первых, это разнообразие. Здесь пассейн 12 культур. На других полях мы сеяли и 13, и 17 в одном эксперименте. То есть мы стремимся как можно больше дать почве разных культур, разных корневых систем, разных корневых выделений. И тем самым стимулировать разную почвенную биоту. И когда достигается баланс этой почвенной биоты, тогда и наступает здоровье почвы. То есть первый принцип – это разнообразие. Второй принцип – здоровье почвы – это живые корни максимально возможные. Вот тут росла культура, мы ее убрали и практически сразу посеяли покровные культуры. Ну, насколько это получалось у нас. Понятно, что сеялочка одна и она еле справляется с этой работой, но какой-то объем она делает. Живые корни питают живую биоту. Опять здоровая, живая почва получается. Третий принцип – это защита почвы или покров почвы. Покров, вот то, что здесь есть от озимовой чменя, то есть у нас он недостаточный. То есть его к весне практически не будет. А покров от растительных остатков, покровных культур, он задержится и до следующего сезона. То есть этот покров защищает от солнечных лучей, он впитывает себя и наоборот обогащает нашу почву. Защищает от ветра, от жары. Вот покровные культуры забирают влагу вроде бы из почвы, но они дают намного больше почвы, чем почве, чем забирают. Вот такой тонкий момент – это влага, за которой мы боремся. Вроде бы мы ее тратим, а на самом деле в итоге мы ее приобретаем еще больше. За счет большей влага, удерживающей способности почвы, за счет большей структурности почвы мы корнями этих растений пробиваем все подплужные подошвы, все уплотнения и позволяем растениям, нашим культурным, товарным, достигать более глубоких горизонтов своими корневыми системами и быть более устойчивыми в урожайности. Тоже обратите внимание по сорнякам. Где-то вот один сорнячок пробился, вон там еще один. В основном здесь растут культурные растения, которые мы посадили. И, вероятно, они еще принесут пользу нам в этом году, потому что частично мы соберем здесь семена для последующих покровных культур. Это тоже вот рапс, посмотрите, как он. Я вообще не понимаю, как он пережил эту жару. Он сеялся здесь еще в июне, пережил там три недели температуры выше сорока градусов и до сих пор он живой и здоровый. Да, удивительно, потому что в этом месяце, в августе были очень сильные ветра, жара сильная. И вот такое, вы видите, это просто неожиданно даже. Так вы каким образом будете действовать именно на этом поле? На этом поле мы его берем на семена. На свал? Да, потому что оно зеленоватое, мы его свалим, положим двойные волки и потом комбайном соберем дня через 3-4, когда все подсохнет. И вы таким образом получите новую смесь? Да, но это будет не все. Я думаю, на следующий год мы добавим еще больше компонентов в эту смесь. Я подумаю, свыше 20, то есть 17 это как бы еще маловато. Не предел, да. Не предел, надо 25-28. Тогда вот достигается баланс, понимаете, для чего это делать. Вот австралийские ученые, изучающие покровные культуры, они очень основательно и серьезно подходят к этому вопросу. Они установили, что чем больше покровных культур в смеси, чем больше разных растений в смеси, тем больше разную биоту они стимулируют. И когда достигается критическая масса этих культур, то есть выше 20-25-26, и достигается почвенный кворум, то есть почвенная биота начинает работать как сознание, как единое целое. Они обмениваются между собой информацией и помогают друг другу. То есть это совершенно другой уровень функционирования почвы. Это то, что происходит в природе. Это удивительные данные, полученные в последние годы, насколько влияют те растения, которые росли на биологическую составляющую в почве. То есть тут есть о чем задуматься. Как вам удается вот такие большие многокомпонентные смеси даже семена найти? Потому что это нелегко. Михаил Иванович, тут вопрос такой, что семена начинаешь искать уже перед тем, как надо сеять покровные культуры. В этот момент их достать достаточно проблематично. И общаясь с многими наутилерами, мы пришли к тому, что нужно обмениваться семенами покровных культур. Нужно договориться, каждый, чтобы взял для себя одну, две, три культуры, сколько он может вырастить. И потом обменяться ими перед посевной, сколько кому нужно. И вот как в этом году, допустим, мы с вами обменялись, вот эта суданка, которая растет прекрасная в этом году. Это мы брали у вас, именно если помните. А в свою очередь Алексей поделился со мной горчицей. То есть это был взаимовыгодный обмен. Я скажу так, здесь тоже есть место для кооперации. Я думаю, у нас еще больше возможностей, которые мы не реализуем. То есть кооперация – это то, что объединяет всех наутильщиков. Они более открытые люди. Вот всегда общаешься, они всегда стараются поделиться. Потому что это те люди, которые стремятся к новому, стремятся к чему-то большему. И эти люди всегда делятся той информацией, которую узнают. Всегда пытаются помочь. И в вопросе с семенами покровных культур это тоже работает. То есть мы можем в этом году еще больше обмениваться. Потому что мы вырастили в этом году на покровные культуры себе и фацелию, и сорга, и еще там ряд культур. То есть тут вариантов масса. Так же, как и в любом деле, тут есть место для творчества и в этом вопросе. Поэтому было бы желание. Я думаю, что если человек поймет, для чего это нужно, то есть вот когда уже увидит, что это дает реальную прибыль, дает повышение урожайности, дает снижение затрат, то все будут заинтересованы. Этот тоже поднимется, даже не могу сказать, бизнес. А это сотрудничество в плане покровных культур поднимется на другой уровень. И это будет уже не вопрос там где-то достать какие-то редкостные семена. Это будет просто мы обменялись семенами в том количестве, в котором нам нужно. С какой площади вы начинали сеять покровные культуры? Михаил Иванович, мы первый год начинали сеять покровные культуры в 2017 году. Это вот посетив конференцию по технологии наутил, где выступали наши западные коллеги. Они очень рекламировали и говорили о результатах. И мы загорелись и посеяли около 200 гектар. Это были пробы на разных полях, это были полосы. Сеем 10 гектар, 10 гектар не сеем. И вот сравнивали, изучали. В прошлом году, хоть мы и получили, допустим, отрицательный результат на некоторых покровных культурах, но понимание того, что это правильная вещь, что это то, что нужно делать, мы посеяли еще больше. Мы посеяли около 400 гектар. В этом году мы посеяли максимально сколько смогли. Мы уже не оставляли контрольный полос. А сколько вы смогли? Мы смогли больше 600 гектар посеять. Она ближе к 700 гектарам. Это серьезно? Да, но... Везде вот такая картина? Скажу так. Вот те первые посевы, которые мы максимально близко к уборке, мы смогли посеять, имеют хорошее развитие. То есть выпали летние июньские дожди, они помогли им вырасти этим культурам. В этом была приятствовала ситуация, да? В начале. Да, для покровных культур сложилось. Но вот уже в июле, когда мы сеяли, температуры поднялись. И вот по рапсу, допустим, мы сеяли там практически 200 гектар. Из этих 200 гектар у нас больше ста не получилось. То есть очень была высокая температура и для прорастания уже была некомфортная. Хотя в этом году получилось по пшенице посеять. То есть это первый год, когда по пшенице у нас получился более чем удовлетворительный. Даже сказал бы отличный результат по пшенице. И что интересно, на каждом поле одна и та же смесь выглядит по-разному. Вот даже на этом поле мы с вами смотрели с той стороны и с этой стороны. Да. Здесь разные растения представлены. Вот здесь как бы максимально разнообразная смесь получилась. С той стороны, допустим, больше суданки. Чуть дальше больше подсолнечников взошло. И не потому, что это разная смесь. Смесь была достаточно качественно перемешана и сеялка высевала все равномерно. Ну вот где какая, какой плодородие. Вот кто-то связывает с гербицидами, кто с предшественниками, кто с чем-то. Но в итоге все сводится к тому, что это влияет максимально на это именно почвенная биология. Она командует, где кому расти. И где какой кворум собрался. Да. Бьет. И на это влияет непосредственно история вашего поля. Что вы сеяли последние пять лет. То есть на другом поле вот одна суданка. Вот видите, что здесь разнообразная смесь. На другом один подсолнечник, хотя и не было больше чем. А вот кажется, что один подсолнечник посеем. На одном поле была горчица. Удивительно, все же желтое поле, но росла одна горчица. Так что очень много интересных наблюдений в этом году. Ну я надеюсь, всеми своими наблюдениями у вас будет прекрасная возможность поделиться. Мне еще хочу добавить. У меня Алексей, наверное, это уже новое поколение наутилеров. Эту работу здесь в хозяйстве. Наверное, новое поколение фермеров. Потому что работу начинал его отец. И сейчас органично он продолжает ее. Более того, Алексей хорошо владеет английским языком. Мы уже бывали с ним на многих конференциях за рубежом. И вы, наверное, видели видео на канале, где он прекрасно сделал перевод видео о регенеративном сельском хозяйстве. Чувствуется, Алексей, что тебя цепляют эти темы. И он не только сам вникает, смотрит видео на других каналах. Он и делится наиболее интересными такими видео. Вместе дает возможность и нам приобщиться за это. Большой респект. И я хочу сказать, мне нравится то, что он на своих полях внедряет то, что лучшее он встречает за рубежом. Он не просто изучает, но и делает. Вот это, мне кажется, очень ценно. И я надеюсь, что на конференции, Алексей, ты поделишься тем, что делаешь у себя на полях. Тем, что ты почерпнул из мировой практики. Да, я с удовольствием поделюсь. Спасибо вам за такую возможность предоставленную. Честно, я даже не ожидал, что вы мне предложите. И немножко это удивительно для меня самого неожиданно. Но, действительно, есть информация, о которой поделиться. У нас есть опыт. Мы уже три года стараемся внедрять покровные культуры. В этом году мы кооперировались уже с многими фермерами, занимающимися по технологии ноутил. И многие посели смешанные совместные культуры товарные. Кто-то посел покровные культуры. И вот таким коллективным опытом мы можем выработать систему, новый подход к ноутил и поднять нашу технологию на новый уровень. И обязательно, конечно, нужно учитывать и зарубежный опыт. Потому что они на десяток лет больше занимаются этой технологией. Единственное, тоже с ними загвоздка есть. Вот они, когда делятся информацией, они пытаются искренне рассказать всю достоверную информацию, тот опыт, который получили. Но зачастую из-за разницы в тех годах, которыми люди занимаются, они иногда забывают какие-то базовые элементы рассказать. Просто упускают из вида. Для них это как бы уже само собой разумеющееся. А для нас это то, что мы еще только должны постичь. Поэтому я думаю, что выступление будет плодотворным. Надеюсь, что будет полезным. Так что до встречи на конференции. Я уверен, это будет интересно, потому что любой опыт, любой взгляд. Мне очень нравится, когда молодые люди, у них уже другие подходы, более современные. Они тоже привносят свою изюминку в то дело, которым мы все занимаемся. Поэтому, друзья, до встречи на лаборатории Наутил. Готовьте вопросы Алексею. Я думаю, нам будет о чем поговорить. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова